Здравствуйте, друзья! С вами Белова Ирина. Я сейчас познакомлю вас с моими новыми цветочками. Я только привезла их. И будем рассматривать их вместе. Это кодиум. Написано, что микс. Не знаю, как называется. Если знаете, обязательно напишите. Буду вам очень благодарна. Есть небольшие рамки на листьях. Тут раз. Две веточки. Кажется, две веточки. Вот такие вот у них смешные волосики на концах листиков. Вот с желтым. Такой вот экземпляр. Дальше. Идем дальше. Ой, палочка выпала откуда-то. Ладно. Кодиум 2. Смотрите, тут вообще какая-то ниточка такая с листиком. Интересная. Этот с красными листиками. Тоже есть повреждения на листьях. Тут одна палочка. Вот она. У корешочки вроде вот какие-то есть засохшие. Не буду пересаживать. Единственное, может быть, сделаю обработку. Дальше. Следующий. Красавец, который не очень красавец. Вот такой вот. Филодендронс, Канденс, Миккенс. Вот такой вот. Малыш. Ни на что не похожий. И еще Калатея Макаяна. Не смогла я уйти без нее. Вот такие у нее, как это, черточки на листьях. Очень интересная. Оно тут красненькое. Тоже не буду пересаживать. Вот это влажное. В поддончике поставлю их. И будут у меня на виду стоять. Адаптироваться. Но это еще не все. Один прекрасный цветочный друг мне передала подруга передала еще кое-какие растюшки. Это Бегонечка. Вот такая малышечка. Смотрите, какие у нее листики интересные. Как будто в пятнышку. Вот это вот особенно видно. Такой яркий. Кингиана называется. Кингиана. Тоже не буду пересаживать. Тут чуть-чуть корешочков есть. Пускай адаптируется. Неделя, две, три. Пускай растут. Просто нужно как бы полив предоставить. И пепперомия. Вот такая вот шикарная красотка. Тоже не знаю, как называется. Вы, конечно же, пишите, если знаете. Вот. Ее надо будет укоренять. Это срезы. Срезы. Не знаю, во что, в чем лучше укореняется. Попробую укоренить в грунте. И тоже поставлю себе вместе с этими растениями на видное место, где тепло и свет. И буду наблюдать. Буду ждать роста. Ну и все. Вы можете со мной не согласиться по поводу того, что нужно срочно заменить грунт. Он тут грунт такой плохой. И так далее. Но как-то растения выживают в этом грунте у садовников. Они растут в этом грунте как-то. И даже если они растут с помощью стимуляторов, эти стимуляторы уже есть в этом грунте. И пока они оттуда вымоются, еще век пройдет. Поэтому для адаптации не буду устраивать им лишний стресс. Пока что пускай вот увижу какой-то намек на рост, на движение, на то, что они хорошо уже себя чувствуют. И тогда возможно я их пересажу в свой грунт. Но время покажет, загадывать не будем. А у вас какие новиночки есть? Делитесь в комментариях. Будет очень интересно почитать не только мне, но и другим зрителям. А вам всего хорошего, здоровья, прекрасного настроения и солнышка во дворе. Потому что иногда бывает и дождик. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok